Сорокопут это небольшого размера птица, плотного телосложения, ведущая хищнический образ жизни. От других воробьинообразных птиц его отличает массивный, сжатый с боков клюв, с загнутым в форме крючка над клювием. Если посмотреть на ноги, они не такие мощные, как у соколов и лесов, и не снабжены острыми когтями для захватывания добычи. Тем не менее, птицы способны с помощью ног удерживать и переносить небольших животных. Крупная добыча предварительно накалывается на какой-либо острый предмет, шипы растений, колючую проволоку и тому подобное. После этого перед употреблением в пищу она разрывается на части с помощью клювов. Большинство видов питается преимущественно крупными насекомыми, а также мелкими птицами, рептилиями и млекопитающими. Основу рациона серого сорокопута составляют позвоночные животные, особенно в зимнее время. В гнездовой период населяет место, где кустарники и высокоствольные древостой чередуются с открытыми участками, например пойменная луга с куртинами деревьев, кустарниками, болота с разреженным древостоем, зарастающее поле, гнездятся парами, в остальное время года встречаются лишь по одиночке. В строительстве гнезд и выкармливании птенцов принимают участие оба родителя. Насиживает кладку почти всегда самка, самец в это время ее кормит. В конце апреля, начале, мая откладывают яйца. Насиживание продолжается около 15 дней, выкармливают оба родителя на протяжении 18-20 дней, в середине июня появляются слетки, родители до самого отлета не покидают молодых и довольно долго подкармливают. Отлет или откачевка сорокопутов на место зимовок начинается в Сибири в конце августа, в средней полосе в октябре. Во многих районах, отдельные птицы задерживаются до ноября. Зимой встречается как в средней полосе европейской части России, так и на юге. Продолжение следует...